Так, сразу. Ну это нахер. Девочки классные, ням-ням. Ты вот прям мне в душу, бля, смотри. В детский сад. Вот это окей, вот это не окей. Блядь, это как бы... Ой, господи. Я не понял, блядь, что это? Ну пиздец, неудавшийся поэт. Купили трусы, значит. Поносили и решили их сдать. Как вы это себе представляете? Если бы ты была уродина и сидят в туалете. А, блядь, а как надо читать? Подавай покурим. Это нахуй никому не нужно. Ты очень стрёмно улыбаешься, правда, извини, конечно. Извини, конечно. Сегодня мы будем разбирать примерно 5-7 аккаунтов. Сразу говорю, что вы не обижались. Это юмористический такой проект, но при этом он полезный. Многие думают, что вот у них всё круто, классно, но они забывают о том, что есть другие люди, которые могут зайти в тот же самый инстаграм-аккаунт и увидеть не то, что видит создатель этого инстаграм-аккаунта. Если хотите тоже, чтобы я вас разобрал в прямом эфире, есть у меня чат телеграм, в который добавляетесь. Ссылка под описанием к этому видео. Первый. Немецкий за 30 минут в день. Вот этот знак. Напоминает зайчика из плейбоя. Музыка на фоне мешает. Второе. Мешает сама девочка. Если бы ты была уродина, я бы точно слушал то, что ты говоришь. Но так как ты симпатичная, плюс еще, так как это немецкий язык, разные мысли появляются. Вот эта вот серая плашка и вот эти вот субтитры с зеленым цветом, они выглядят как-то очень дешево. Самый инстаграм какой-то блеклый. Хочется, не знаю, прям повеситься от этого серого цвета. Нижнее белье ручной работы. Сто процентный возврат. Купили трусы, значит. Поносили и решили их сдать, короче. Как вы это себе представляете? То, что вы только что сказали. Одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Но это странно. Белье, оно не возвращается. Девочки классные, прям ням-ням, но вот эти фразы меня напрягают. Если бы я был женщиной, я подумал, если кто-то вернул трусы, возможно, мне продали чьи-то трусы, то есть, которые кто-то уже одевал. Великолепный черный цвет, пеньюар и белье из коллекции. Ну, прям пиздец, язык сломаешь. Текст должен быть тягучим, легким. Весь контент, который вы делаете в интернете, он должен быть для людей, которые как будто бы сидят в туалете. У вас есть короткий промежуток времени, чтобы зацепить человека? Простым языком напишите. Черное окружевное белье, такого-то размера. Нежность, легкость, волшебство, перешептывание звезд, соснами. Ну, пиздец, неудавшийся поэт ведет этот инстаграм. Евгений, серфинг, путешествие. У меня сразу бросается в глаза этот знак, типа, давай покурим, лайфстайл. Лайфстайл-блог. Чувак путешествует и рассказывает про то, как ему заебись. А все люди ему завидуют. Напоминает фотка, как будто ты что-то потерял в бассейне. С качественными фотографиями, в одном стиле. Надо просто понимать, какая цель у тебя у этого инстаграма. То есть, если просто показать свой лайфстайл жизни, это одно. У тебя задача там что-то продавать, там, либо закрывать на что-то. Это другое. Так, давайте посмотрим магазин цветов. Первое, что бросается в глаза, нету комментариев. Людям важны отзывы. Даже если у вас нету реальных отзывов, сделайте фейковые отзывы. Люди видят спрос, и они думают, а, значит там что-то стоящее. Вот я называю это эффект хомяка. Полное ощущение того, что у вас просто никто не покупает эти цветы. Может быть, какие-то конкурсы провести. Не знаю, там, за комментариев будете разыгрывать букет. Вы, как думаете, вы для кого пишете? Вот вы пишете для женщин, либо для мужиков? Логично предположить, что ваша целевая аудитория, это мужики, которые дарят цветы своим девушкам, либо сестрам, либо мамам. Вот это все расписывать, ну это нахерни, мужику не нужно, правда. Ему нужно конкретик. Наша доставка, она быстрее конкурентов, там, на полчаса. Вы получите букет уже сегодня. Если вы там прям в боль бейте, вы можете за полчаса получить этот букет прямо домой. Вечная классика, букет из роз. Это нахуй никому не нужно из мужиков, поверьте мне. Цветы у нас там не вянут месяц. То есть мужики говорят, ну а, заебись, мне месяц не надо дарить цветы, получается. Аккаунт ведет девушка, это прям сто пудов, прям на косарь готов поспорить. Она расписывает все это с точки зрения женщины. Но не женщина будет покупать ваши цветы, мужики будут покупать. Так пишите для мужиков. Александр Васильевский, распакую вашу экспертность. Ну, чувак, не обижайся, но фотку надо поменять. Но это фото какого-то маньяка. Ну нахер. Постоянно синтезируйте новые идеи, ну окей. Дышите, да, там. Ешь, не ешь сухомятку. Никогда не читайте пассивно. А, блядь, а как надо читать? Объясни, то есть что значит не читайте пассивно. Конкретно, блядь, распиши. Текст, он должен служить помощью в трансформации человека. Тут он пишет про крепостное право. Ой, господи. Вот ты себя позиционируешь, как распакую вашу экспертность. Ты как бы крутой чувак. Ну, бля, вот честно скажу, я тебе не доверяю, правда. Вот это окей. Вот это не окей. Твой инстаграм, он либо продающий, либо у тебя просто, я там типа в шортах, там на пляжу. Это два разных вообще ведения инстаграма. Ты очень стремно улыбаешься, правда, извини, конечно. Извини, конечно. Ну мне страшно от твоей улыбки. Обосраться. Ну ты вот прям мне в душу, бля, смотришь. Как ты себя упаковываешь и подаешь, это полностью антиреклама тебе, правда. Маркетолог из деревни. Сразу вопрос, сколько тебе лет? Я бы на твоем месте не светил то, что ты в школе. Блядь, это как бы детский сад. Если у тебя реально вот заказывают люди рекламу, настройку, они не хотят видеть школьника, ты совершенно спокойно можешь скрыть свою личность в интернете. То есть люди не узнают о том, что ты школьник. Это элементарно. На твоем месте, ну, пока ты не повзрослеешь, я бы вообще тебя не показывал. Пьел бы просто, ну, сам, страницу, как будто нонейм, то есть какое-то агентство. Потому что твоя личность на данный момент не продает тебя. Она только хуже тебе делает. Суздаль Гестхаус. Уютный гостевой дом. Ну, фотки ништяк. Я прям поехал. Шашлычок, банька. Как ты думаешь, нужно ли показывать эконом-класс? Я бы, наоборот, светил бы самыми лучшими фотографиями. Фотки классные, правда. Иностранцы бы клюнули нас. Я бы тебе посоветовал вести на русском и на английском и попробовать таргетироваться на иностранцев, которые пользуются Booking.com и Airbnb. Ты бы зарабатывал с иностранцев намного больше. Приедет и своим там друзьям иностранцам расскажет, что в бане был, вот купил, с медведями фоткался, там в церковь сходил. Фотки классные покажет. Так, сразу. У тебя нету полочной структуры в описании. Это воспринимается легче, лучше. Второе. У тебя нету активной ссылки. Можно создать ссылку напрямую на чат в WhatsApp. Также я тебе советую сделать бизнес-профиль. В бизнес-профиле есть возможность звонить и писать на почту. Монтаж отопления под ключ. Качественное решение. Насколько качественное? Кто сказал, что это качественно? Это вода. Просто буль-буль, понимаешь, да? Лучше было бы написать 300 довольных клиентов. Мы дешевле конкурентов на 20%. Прямо здесь пиздец процесс. Но это нахер людям не надо. Как бы людям нужен результат. Так показывайте результат, а не процесс. Лучше видеоотзыв, блядь, возьмите и запишите там человек, который купил этот пол. Поразительно. Я не понял, блядь, что это? Зачем ЧБ делать? Ты что, умер что ли? Все, что связано с домом, это уют, комфорт и счастье. Показывать семью, счастье. Я бы подумал, что это альбом Каспийского груза, либо этот чувак только что с зоны откинулся и едет домой. 5 секунд? Вот за 5 секунд ты должен либо продать, либо не продать. Мужики в Инстаграме не сидят. Именно женщины оставляют заявку, а потом они уже идут к мужику и продают ему эту идею. Соответственно, именно для женщин делать уже контент, а не для мужиков. Очень скучно выглядит, правда. Очень скучно, стрёмно и некачественно. Умеете? Могете? Без обид. Субъективное только мое мнение. На самом деле, у меня задача вам помочь, а не обсирать, поэтому не воспринимайте это все так близко к сердцу. Я хочу, на самом деле, вам реально помочь. Это и смысл Инстаграм прожарки. То есть, не просто обосрать, а именно дать вам какие-то напутственные советы. Пишите в чате, в телеге, кто состоит, как вам сегодняшний эфир. И до следующего раза. Спасибо. Продолжение следует...